Украинский день в парламентской ассамблее Совета Европы. Сегодня в зале ассамблеи выступил Пётр Порошенко. Его визит прошёл на фоне горячих дискуссий вокруг украинского закона об образовании и призывов некоторых деликатов вернуть России полномочия в ПАСЕ. С какими словами и на каких языках украинский лидер обратился к европейскому сообществу, узнаем от Ирины Ивановой. Во дворце Европы, где заседает парламентская ассамблея, Пётр Порошенко как дома. Он сам был украинским делегатом в ПАСЕ с 2001 по 2005. А после избрания президентом один из первых официальных визитов совершил именно в Страсбург. Сегодня в сессионном зале ассамблеи украинскую делегацию приветствует не менее тепло. Через три года после последнего выступления в этом зале президенту есть что сказать. Вместо запланированных 20 минут Порошенко говорил почти в два раза дольше. В фокусе самые важные вопросы. Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства. Также продолжает игнорировать наши требования и требования мирового сообщества уважать международное право. В Москве закрывают глаза на минские договоренности, а войска России до сих пор находятся на территории Украины. Как в Крыму, так и на Донбассе. Президент уверяет, Украина со своей стороны выполнила минские договоренности в их политической части на 95%. И при этом продолжает внедрять реформы. Порошенко уверен, что украинский парламент проявит единство и поддержит создание антикоррупционного суда. Также он жестко ответил своему чешскому коллеге Милашу Зэмону, который накануне в этом же зале предлагал России заплатить за Крым. Я решительно отвергаю заявление тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле. Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не будет. Высказался президент и по поводу самого горячего украинского вопроса в ПАСЕ, образовательной реформе. Порошенко утверждает, закон будет содействовать интеграции нацменьшинств в украинское общество. Но Украина готова внести в него изменения. Я родился в Болграде, на юге Одесской области, в центре болгарского национального меньшинства в Украине. И это дало мне много возможностей. И это то, что я хочу видеть. Чтобы в регионах с нацменьшинствами люди говорили на двух, трех языках, как и в любой другой стране. Я абсолютно уверен, что мы внедрим рекомендации Венецианской комиссии в наше новое законодательство об образовании. Все острые вопросы президент обсудил на двусторонней встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. После чего торжественно открыл в Страсбурге звезду Героя в Небесной Сотне. На честь Небесной Сотне, на честь Евромайдана мы открываем зерку. Зерку на аллее зерок Страсбурга. Деньги на создание монумента собирали всей украинской общиной Страсбурга и украинской делегацией в ПАСЕ. Звезда с цитатой Висона Черчилля. Еще одна с изречением Гельмута Кёля. К концу недели за ними в тротуарах монтируют бронзовый пятиугольник Героям Небесной Сотни. Звезда засеет здесь, в квартале европейских институций. В памяти тех, кто на Майдане отдал свою жизнь из-за соблюдения европейских демократических ценностей. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.